У вас неравномерное распределенное население, то есть там очень большой объем малоэтажной застройки по периферии. То есть, конечно, эти все особенности, они, в общем-то, и обусловили те отличия в общественном транспорте, которые мы сейчас видим. А видим мы большое количество дублирующих рейсов, слишком протяженные маршруты и немалые интервалы движения между автобусами. Неудобно пассажирам, невыгодно перевозчикам. Новую транспортную систему разрабатывать будут с учетом всех особенностей. Наша работа заключается в комплексном исследовании общественной транспортной системы. То есть мы проводим как обследование пассажиропотоков, так и соцопрос в электронном виде. На сайте администрации есть по этому поводу специальные объявления, то есть там есть ссылка, где можно пройти этот опрос. Всех призываем жителей пройти его. Также мы будем использовать данные мобильных операторов, чтобы знать перемещение людей. Соответственно, мы сможем уточнить конкретные места начала и окончания поездок, то есть именно целевые. Так, в Олан-Удэ появятся дополнительные трамвайные маршруты. Часть автобусов начнут курсировать по новым направлениям, а некоторые рейсы и вовсе отменят. Вся работа проводится для улучшения транспортного обслуживания населения. Часть маршрутов, да, необходимо менять. Как уже было отмечено, что ряд супердлинных маршрутов у нас присутствует, которые все пробки собирают. Понятное дело, что регулярное движение нарушается. Отсюда и жалобы растут. Необходимо создавать укороченные маршруты. Вот как раз под это делом мы сейчас и проводим эксперимент с маршрутом номер один и трамвайными маршрутами. В начале года в Олан-Удэ подсчитали потребность в общественном транспорте и пришли к выводу, что городу необходимо около 200 вместительных автобусов. Больше четырех десятков есть, остальные нужно докупать. Подготовлены все расчеты, переданы. Это порядка 157 автобусов большой и средней вместимости, которые мы просим на нужды города Олан-Удэ. Планируем разместить их на базе нашего муниципального предприятия. И в первую очередь выставить автобусы большой и средней вместимости на самые сложные участки, а это отдаленные районы. Большие и средние автобусы будут курсировать по магистральным направлениям. Маленькие останутся в роли подвозящих к основным маршрутам и трамваям. Конкретные варианты развития маршрутной сети города подготовят к концу года. Реализовывать план начнут в 2022 году. Инна Садондукова, Жаргал Церендашиев, Новости дня.